Нет наркотикам. В округе утвердили регламент взаимодействия органов власти по противодействию незаконному обороту курительных смесей. И штраф, и срок. Водителям-рецидивистам грозит реальное тюремное заключение. В силу вступили изменения в правила дорожного движения. На телеканале Север Новости. Здравствуйте. О главных событиях Нинецкого округа расскажут наши корреспонденты и я, Ирина Цепетова. В округе утвердили регламент взаимодействия органов власти по противодействию незаконному обороту курительных смесей. Документ важный, несмотря на то, что ситуация с оборотом наркотических средств в регионе остается относительно спокойной. Это во многом обусловлено географическим положением региона. Тем не менее, факторы, влияющие на то, что молодежь подсаживается на наркотики, абсолютно одинаковы для всех регионов. Поэтому профилактическая работа критически необходима, подчеркнул в ходе заседания антинаркотической комиссии губернатор округа Игорь Кошин. Большое внимание в регионе уделяется реабилитации и ресоциализации граждан, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы и алкозависимых жителей региона. На выполнение этой госпрограммы на ближайшие годы предусмотрено порядка 12 миллионов рублей. Пьешь за рулем – получи и штраф, и срок. С 1 июля вступили в силу изменения в правила дорожного движения. За пьяную езду теперь можно загреметь в тюрьму, а покидать место аварии в некоторых случаях теперь не только можно, но и нужно. В противном случае водителей ждет штраф. Самое серьезное июльское нововведение – уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования. Наказание ужесточили для тех, кто снова сядет за руль в нетрезвом виде в период лишения водительских прав или в течение года после их возвращения. За эти деяния теперь водителю-рецидивисту грозит лишение водительского удостоверения на три года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет. К слову, за последние полгода в Ненинском округе 18 водителей были привлечены к административной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, с 1 июля введен нижний предел наказания для пьяных водителей, по вине которых погибли люди. Так, если погиб один человек, то виновник ДТП получит тюремный срок от двух до семи лет. Если погибли несколько человек, то за решетку водитель отправится на срок от четырех до девяти лет. Также с 1 июля в силу вступили изменения, которые касаются ДТП без пострадавших. Теперь водителям не просто можно, а нужно покинуть место аварии, не привлекая сотрудников ГИБДД. В случае, если никто не пострадал, а имуществу виновника ДТП причинен незначительный вред. А также в случае, если столкнулись два автомобиля, но их владельцы не имеют разногласий и не нуждаются в оформлении дорожно-транспортного происшествия. В противном случае, из-за создания на дорогах пробок и заторов водителей ждет штраф в размере 1 тысячи рублей с каждого. Машину с места дорожно-транспортного происшествия нельзя было трогать в соответствии с правилами дорожного движения, из-за чего создавались большие пробки на автомобильных дорогах. То есть сейчас, если водитель согласен, что он, допустим, виновник дорожно-транспортного происшествия, причинен только материальный ущерб, они самостоятельно покидают место происшествия, и если необходимо, они уже через страховые компании оформляют этот ущерб. В случае, если согласия между водителями все-таки нет, смело звоните в ГИБДД и консультируйтесь по всем нюансам. Коснулись июльские нововведения и пешеходов. Теперь вне населенных пунктов пешие участники дорожного движения обязаны в темное время суток и в условиях плохой видимости носить светоотражатели, иначе предупреждение или сразу штраф 500 рублей. На сегодняшний день это участок между поселком Факел и поселком Нефтебаза, либо Захребетка, как многие его считают, да, и Ловольская автомобильная дорога. Также, соответственно, если так разобраться, то это будет автомобильная дорога в сторону складирования твердых бытовых отходов, то есть по улице Ветров дальше вот туда. Это будет считаться ненаселенный пункт. И еще одно нововведение июля с первого числа запрещено перевозить детей в автобусах, которым больше 10 лет. Кроме того, транспорт должен быть оборудован тахографом, а также спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-ГПС. Ирина Цепитова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Что делать, когда исполнилось 14, а возможности получить главный документ нет? Жители отдаленных поселков округа бьют тревогу. За новым паспортом необходимо лично ехать в столицу региона, а это десятки тысяч рублей на проезд. Продукты, средства гигиены, медикаменты и одежда. В Наринмаре идет сбор необходимых вещей для жителей Донбасса. Казалось бы, получить паспорт – процедура абсолютно простая. Подготовил документы, сдал и ждешь звонка. Но для жителей отдаленных сел банальная процедура превратилась в крупные финансовые затраты. Если раньше паспорта вручали на месте, то теперь получить документ, удостоверяющий личность, необходимо в Наринмаре. Во всем по порядку, Олег Хатанзейский. Ребенок у меня уже настроился в 14 лет устроиться на работу по уборке территории поселка. Но когда уже время приближалось, сказали, что он не может. Перенят на работу, так как нет паспорта. Сыну Татьяны Хатанзейской 14 лет исполнилось еще в феврале, но главного документа он до сих пор не имеет. Трудности возникли при получении. Раньше паспорта подростков, проживающих на селе, из-за дела ФМС забирали представителей местных администраций. Естественно, по доверенности. Сейчас же все изменилось. Прокуратура Федеральной миграционной службе сделала предписание. Мол, закон не соблюдаете, ведь согласно ему получить паспорт вправе только владелец. Ни маме, ни папе, ни сестре и другу его не отдадут. Сотрудники ФМС на нарушения шли сознательно. Людей понимали, чтобы получить паспорт, жители деревень тратили десятки тысяч рублей. Согласно регламенту, пункт 96, документы должны граждане получать лично. Потому что сотрудники должны, во-первых, сверить, что это действительно является владельцем паспорта. То есть удостоверится его личность. И, соответственно, он должен поставить роспись в паспорте непосредственно и в заявлении по форме 1П. Тем, кто до сих пор не получил паспорта, отчаиваться не стоит. До 13 сентября сотрудники ФМС посетят все населенные пункты региона. Решить данную проблему окончательно сможет федеральный проект, согласно которому паспорта будут выдавать в многофункциональных центрах. В скором времени они должны появиться почти в каждом муниципалитете нашего субъекта. Проект пока работает в пилотном варианте. И если его признают успешным, то данную идею внедрят и в Ненецком округе. Олег Танзейский, Сергей Качегов, Телеканал Север. На календаре почти середина лета. Кто-то уже отдыхает, кто-то планирует отпуск. А школьники и студенты в это время стараются подзаработать. Всего в этом году за три месяца каникул планируется обеспечить работой 390 подростков от 14 до 18 лет. Большая часть уже трудится на предприятиях региона. Остальные ждут своей очереди. Принести пользу родному городу, а заодно и подзаработать денег на карманные расходы. 11-классник Валерий Лобода уже второй год подряд летние каникулы проводит не дома, за компьютером. В прошлом году работу искал сам. В этом обратился к специалистам Центра занятости населения. На мой взгляд, лучше в этом году, конечно. Потому что в аэропорту изучить посоление, скорее, что ты работаешь здесь. Ну и как бы 4 часа работы, вот, компания, хорошие люди. Ну как бы всё нормально, мне устраивает. Вместе с Валерием в объединённом авиаотряде трудится 28 подростков. Они занимаются уборкой территории, работают в складах и подсобных помещениях. В этом году трудоустройство подростков у нас идёт намного активнее, чем в предыдущие годы. Плановый показатель напомню, что в этом году 390 подростков. На сегодняшний день 275 подростков уже работают, как в городе Наринмаре, так и в муниципальных образованиях Нейско-автономного округа. Причём, хочу отметить положительную динамику в данном вопросе. В этом году в сельских населённых пунктах подростков работает на данный момент больше, чем в городе. В сельских населённых пунктах работает 151 человек, против 124 в Наринмаре. Больше всего трудоустроено подростков в Харуте, Оксе, Наоме, Великовисочном и Красном. В последнем за право подзаработать школьникам пришлось пройти своего рода конкурс. В Приморско-Куйском сельсовете работа подростков продлится до конца июля. Всего же в округе за два последних летних месяца ещё будут трудоустроены более ста человек. За полный отработанный месяц каждому причитается 3060 рублей материальной помощи от Центра занятости населения. К этой сумме также прибавится и сама заработная плата. В этом году она более 10700 рублей. В итоге каждый юный работник получит почти по 14 тысяч рублей. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Поможем всем миром в Денинском округе идёт акция в поддержку Донбасса. В поселке Искателе уже третий месяц работает пункт приёма гуманитарной помощи. Здесь рады любой вещи, которая станет настоящим подарком жителям украинских республик. Несут детское питание, средства гигиены, зубные пасты, мыло, медикаменты, крупы, продукты, консервы, сладости. В одном из кабинетов здания бывшей администрации посёлка Искателей тесно. Повсюду заклеены скотчем коробки и пакеты с надписями. В них небольшая материальная помощь жителей Ненинского округа Донбассу. Акция «Поможем всем миром» – идея выходцев из Кубани и Дона. Недавно они создали общественную организацию «Пустозерские казаки». Когда люди узнали о добровольческой акции, кабинет стал работать ежедневно. Его на время безвозмездно предоставила администрация посёлка Искателей. Принесённые вещи сортируют и раскладывают в коробки и пакеты. Организаторам помогают волонтёры шестой школы. Помимо предметов первой необходимости и продуктов приносят пилы, молотки, инструменты. Это помощь местных предпринимателей. Привезли крупы, консервы, чай. То есть самое необходимое, что понадобится нашим друзьям на Донбассе. Вот из ваших знакомых предпринимателей есть ли такие, которые привозили что-нибудь? Да, да, да. То есть кто-то привозил, кто-то ещё подвезёт. То есть будут, товарищи наши будут. В начале августа из Нарьянмара стартует КАМАЗ в направлении Донбасса. Казаки своими силами планируют доехать до центрального приёмного пункта в Ростове-на-Дону. Затем груз передадут знакомым для раздачи населению. А пока кабинет открыт для всех желающих. Здесь будут рады и хорошему слову, и полезному делу. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Лето – жаркая пора для работников заповедника Ненецкий. Пересчитать и окольцевать. Окружные орнитологи провели инвентаризацию пернатых. Лето – жаркая пора для работников заповедника Ненецкий. В это время на тундровые просторы возвращаются зимовки перелётные птицы. А это значит, пришло время подсчёта и окольцевания пернатых. В начале июня такие работы провели на кордоне Костяной нос. За несколько дней было окольцовано более сотни воробьинообразных. В июле подобная работа будет проведена и с гусинообразными. Так поёт один из самых распространённых в наших краях представитель вида воробьинообразных камышов-кабарсучок. В начале лета в заповеднике Ненецкий этот вид пернатых, а вместе с ним и куликообразных, посчитали и окольцевали. Отлов проходил на кордоне Костяной нос в районе Коровинской губы. В этом году в сети орнитологов попалось почти 130 птиц – 16 видов. Самые частые – чечётки обыкновенные, пеночки-веснички, камышовки-барсучки и белохвостые песочники. Были и необычные встречи. Так в сети попались семь снегирей, причём все самцы. Снегири у нас входят в список видов птиц, которые присутствуют на территории заповедника. Но в последний раз они отмечались в начале 2000-х годов. Также нам попался в сети хищник малый, дербник, который в такие сети вообще не должен попадаться. Но, скорее всего, он летел, наверное, за добычей маленькой, какой-нибудь птичкой. Работы по подсчёту мелких пернатых завершились. На очереди более крупные виды. Особое внимание будет уделено малому тундровому лебедю. Этот вид занесён в Красные книги России и нашего региона. На территории заповедника обитают около 15 тысяч особей. А кольцевание планируется провести на острове Ловецкий в августе. В это время малые лебеди линяют и теряют способность летать. И отлов происходит таким образом, что мы выезжаем на мелководье коровинской губы и большими сачками с лодок ловим им. Они не взлетают, мы их отлавливаем, складываем в лодку, транспортируем к берегу. И, собственно, где и происходит наше кольцевание. После того, как на лапки лебедей будут одеты кольца, номера занесут в специальную базу. Это помогает отследить весь путь птиц во время сезонной миграции. Лето – это не только подсчёт, но и время, когда пернатые выводят птенцов. Встретить малышей можно как в лесу, так и в черте города. Наиболее распространённые виды – воробьи, голуби и чайки. Но орнитологи предупреждают – ни в коем случае не трогайте птенцов. Лучше пройдите мимо. То, что вы не видите рядом летающих родителей у этого птенца, это не значит, что родители их бросили. Они обязательно где-то рядом находятся, они следят за своим птенцом и никогда его не бросят. В этом году неравнодушные горожане уже приносили в заповедник птенца чайки. Но сотрудники посоветовали отнести малыша обратно. Ведь выкормить птенцов тяжело даже специалистам. А простым людям, незнакомым со всеми тонкостями, самостоятельно и вовсе не получится. Птенец просто погибнет. Вырасти и превратиться во взрослую птицу он сможет только благодаря заботе и уходу своих родителей. А уже через год вернётся обратно в наш регион, чтобы вывести своё потомство. Доказательством тому, что птицы возвращаются обратно, служит неоспоримый факт. В эту экспедицию орнитологи встретили птиц, окольцованных в прошлом году. Они вернулись, перезимовав в южной части континента. Алена Валей, Сергей Качегов, Телеканал Север. Перелётными птицами, которые гнездятся на территории региона, заинтересовались зарубежные учёные и наши коллеги. Группа орнитологов из Германии совместно с немецкой телекомпанией готовится к съёмкам документального фильма о дикой природе Неницкого округа. На следующей неделе учёные и съёмочная группа отправятся на остров Колгуев. Сюжет первой части фильма будет посвящён перелётным гусям, которые зимуют в Германии, а на лето отправляются на север для гнездования. Документальный фильм будет транслироваться на общественном государственном телеканале Германии. Кадры, снятые в процессе исследования, также будут предоставлены для использования Неницкому округу. Институт географии Российской академии наук совместно с Институтом орнитологии Макса Планка в Германии проводит орнитологические исследования на острове Колгуев 2004 года. В Тельвиске открылся молодёжный лагерь «Арт-Квадрат». Его участники – самые талантливые молодые люди из разных населённых пунктов региона, а также гости из Наринмара. Всего около 20 человек в возрасте от 16 до 25 лет. В этом году смена посвящена народному творчеству. Социально-культурный центр «Престиж» для участников подготовил насыщенную программу, которая включает в том числе мастер-классы от молодых преподавателей из Москвы. В теории и на практике активисты познакомятся с основами русского народного календаря, правилами и принципами танцев, хороводов и различных состязаний. За 10 дней работы лагеря ребята научатся организовывать мероприятия и смогут стать активными помощниками работников культуры при организации игровых площадок. Тема, значит, нашего форума – народное творчество. Всевозможные обряды, вокал, танцы старинные, игры. Помимо этих занятий у них ещё проходят разнообразные мероприятия. Дискоигровые программы, викторины, конкурсы живых социальных роликов, фотокросс, фотосессии. Молодым людям на территории лагеря предстоит жить по расписанию. Утром обязательная зарядка, после завтраки учёба. Каждый вечер активисты будут выбирать героя дня. Также в планах организаторов на один день вывести участников арт-квадрата в Дринмар. В столице округа для ребят проведут большую экскурсию. Следить за нашими новостями вы можете и в социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке и на портале в Ютуб. Онлайн-трансляцию канала, а также всю самую свежую информацию вы можете увидеть на нашем сайте. Будьте в курсе событий и хороших вам новостей. Продолжение следует...